Зигмунд Фрейд Психопатология обыденной жизни Забывание собственных имен В 1898 году я поместил в моношрифт в психиатрии и неурологии небольшую статью к вопросу о психическом механизме забывчивости. Содержание этой статьи послужит исходной точкой настоящего изложения. В ней я подверг, на примере взятом из моей собственной жизни психологическому анализу, чрезвычайно распространенное явление временного забывания собственных имен. И пришел к тому выводу, что этот весьма обыкновенный и практически не особенно важный вид расстройства одной из психических функций – способности припоминания – допускает объяснение, выходящее далеко за пределы обычных взглядов. Психолог, которому будет поставлен вопрос, чем объясняется эта столь часто наблюдаемая неспособность припомнить знакомое, по существу, имя, ограничится, скорее всего, простым указанием на то, что собственные имена вообще способны легче ускользать из памяти, нежели всякий другой элемент нашего психического содержания. Он приведет ряд более или менее правдоподобных предположений, обосновывающих это своеобразное преимущество собственных имен. Но мысль о существовании иной причинной зависимости будет ему чужда. Для меня лично поводом для более внимательного изучения данного феномена послужили некоторые частности, встречавшиеся, если и не всегда, то все же в некоторых случаях обнаруживавшиеся с достаточной ясностью. Это было именно в тех случаях, когда наряду с забыванием наблюдалось и неверное припоминание. Субъект усилищемуся вспомнить ускользнувшее из его памяти имя приходят в голову иные, подставные имена. И если эти имена и опознаются сразу же как неверные, то они все же упорно возвращаются вновь с величайшей навязчивостью. Весь процесс, который должен вести к воспроизведению искомого имени, потерпел как бы известный сдвиг и приводит к своего рода подмене. Наблюдая это явление, я исхожу из того, что сдвиг этот отнюдь не является актом психического произвола, что он, напротив, совершается в рамках закономерных и поддающихся научному учету. Иными словами, я предполагаю, что подставное имя или имена стоят в известной, способной быть в скрытой связи с искомым словом. И думаю, что если бы эту связь удалось обнаружить, этим самым был бы пролит свет и на самый феномен забывания имен. В том примере, на котором я построил свой анализ в указанной выше статье, забыто было имя художника, написавшего известные фрески в соборе итальянского городка Орвието. Вместо искомого имени Синьорелли мне упорно приходили в голову два других — Боттичелли и Больтрафио. Эти два подставных имени я тотчас же отбросил, как неверные, и когда мне было названо настоящее имя, я, не задумываясь, признал его. Я попытался установить, благодаря каким влияниям и путем каких ассоциаций воспроизведение этого имени потерпело подобного рода сдвиг вместо Синьорелли, Боттичелли и Больтрафио. И пришел к следующим результатам. А. Причину того, почему имя Синьорелли ускользнуло из моей памяти, не следует искать ни в особенностях этого имени самого по себе, ни в психологическом характере той комбинации, в которой оно должно было фигурировать. Само по себе имя это было мне известно не хуже, чем одно из подставных имен Боттичелли, и несравненно лучше, нежели второе подставное имя, Больтрафио. Об этом последнем я не знал почти ничего, разве ли, что этот художник принадлежал к миланской школе. Что же касается комбинации, в которой находилось данное имя, то она носила ничего не значащий характер и не давала никаких нитей для выяснения вопроса. Б. Объяснить исчезновение из моей памяти этого имени мне удалось лишь после того, как я восстановил тему, непосредственно предшествовавшую данному разговору. И тогда весь феномен предстал передо мной как процесс вторжения этой предшествовавшей темы в тему дальнейшего разговора и нарушения этой последней. Непосредственно перед тем, как спросить моего спутника, был ли он уже в Орвието, я беседовал с ним о нравах и обычаях турок, живущих в Боснии и Герцеговине. Я рассказал со слов одного моего коллеги, практиковавшего в их среде, о том, с каким глубоким доверием они относятся к врачу и с какой покорностью преклоняются пред судьбой. Когда сообщаешь им, что больной безнадежен, они отвечают, «Господин Херр, о чем тут говорить? Я знаю, если бы его можно было спасти, ты бы спас его». Здесь, в этом разговоре, мы уже встречаем такие слова и имена «Босния», «Герцеговина», «Херр, господин», которые поддаются включению в ассоциативную цепь, связывающую между собой имена Синьорелли, Синьор, господин, Боттичелли и Больтрафио. Я полагаю, что мысль о нравах боснийских турок оказалась способной нарушить течение следующей мысли, благодаря тому, что я отвлек от нее свое внимание, прежде чем додумал ее до конца. Дело в том, что я хотел было рассказать моему собеседнику еще один случай, связанный в моей памяти с первым. «Боснийские турки ценят выше всего на свете половое наслаждение, и в случаях заболеваний, делающих его невозможным, впадают в отчаяние, резко контрастирующее с их фаталистическим равнодушием к смерти». Один из пациентов моего коллеги сказал ему раз «Ты знаешь, господин Р., если лишиться этого, то жизнь теряет всякую цену». Я воздержался от сообщения об этой характерной черте, не желая касаться в разговоре с чужим человеком несколько щекотливой темы. Но я сделал при этом еще нечто большее. Я отклонил свое внимание и от дальнейшего развития тех мыслей, которые готовы были у меня возникнуть в связи с темой «Смерть» и «Пол». Я находился в то время под впечатлением известия, полученного несколькими неделями раньше, во время моего пребывания в Трафе. «Один из моих пациентов, на лечение которого я потратил много труда, покончил с собой вследствие неисцелимой половой болезни. Я точно знаю, что во время моей поездки в Герцеговину это печальное известие и все то, что было с ним связано, не всплывало в моем сознании. Но совпадение звуков «Трафой» и «Больтрафио» заставляет меня предположить, что в этот момент, несмотря на то, что я намеренно направил свое внимание в другую сторону, данное воспоминание все же оказало свое действие». Г. После всего сказанного я уже не могу рассматривать исчезновение из моей памяти имени Синьорелли как простую случайность. Я должен признать здесь наличность известного мотива. Имелись известные мотивы, побудившие меня прервать рассказ о нравах турок. Они же побудили меня отгородить от моего сознания связанные с этим рассказом мысли, ассоциировавшиеся, в свою очередь, с известием, полученным мною в «Трафой». Я хотел таким образом нечто позабыть и вытеснить это нечто из памяти. Конечно, позабыть я хотел не имя художника из Орвието, а нечто другое. Но этому другому удалось ассоциативно связаться с этим именем. Так что мой волевой акт попал мимо цели. И в то время, как намеренно я хотел забыть одну вещь, я забыл против своей воли другую. Нежелание вспомнить направлялось против одного, неспособность вспомнить обнаружилась на другом. Конечно, проще было бы, если бы и нежелание, и неспособность сказались на одном и том же объекте. С этой точки зрения подставные имена представляются мне уже не столь произвольными. Они создают известного рода компромисс, напоминают и о том, что я хотел вспомнить, и о том, что я позабыл. Они показывают таким образом, что мое намерение позабыть нечто не увенчалось ни полным успехом, ни полным ни успехом. Д. Весьма очевидна та связь, которая установилась между искомым именем и вытесненной темой смерть и пол. К ней же относятся имена Босния, Герцеговина и Трафой. Предлагаемая схема пояснит эту связь. Имя Синьор Элли разложилось при этом на две части. Последние два слога Элли воспроизведены в одном из подставных имен без изменений Боттичелли. Первые же два подверглись переводу с итальянского языка на немецкий Синьор Эр. Вступили в этом виде в целый ряд сочетаний с тем словом, которое фигурировало в вытесненной теме Эр Эрцеговина. И благодаря этому оказались также вытесненными из моей памяти. Замена их произошла так, как будто было сделано передвижение вдоль по словосочетанию Герцеговина и Босния. Причем передвижение это совершилось независимо от смысла этих слов и от звукового разграничения отдельных слогов. Отдельные части фразы механически рассекались подобно тому, как отделается при построении Ребуса. Весь этот процесс, в результате которого имя Синьорелли заменилось двумя другими, протекал всецело вне сознания. За вычетом совпадения одних и тех же слогов, или точнее сочетаний букв, никакой иной связи, которая объединяла бы обе темы, вытесненную и следующую, установить на первых порах не удается. Быть может, не лишний будет заметить, что приведенное выше объяснение не противоречит обычному у психологов взгляду на акт воспроизведения и забывания, как обусловленный известным соотношением и расположением психических элементов. Мы лишь присоединили к этим обычным, давно признанным моментам, для некоторых случаев еще один момент, мотив, и кроме того, выяснили механизм неправильного припоминания. Что же касается того расположения, о котором говорится обычно, то оно необходимо и в нашем случае, ибо иначе вытесненный элемент вообще не мог бы вступить в ассоциативную связь с искомым именем и тем самым вовлечь его в круг вытесняемого.